Добрый вечер, уважаемые зрители! И свои впечатления. Я хочу сказать, что я вообще очень люблю путешествовать. Первое удовольствие для меня это выступать, а второе, конечно, путешествовать. Почему? Я задумывался. Ну, наверное, потому что в путешествиях люди становятся добрее. Раз. Мысли интересные приходят. Два. Не суетится человек в путешествиях. Три. И, ну, чтобы привести пример, не быть голословным, я, например, сделал такое очень интересное путешествие в Бразилию, в Мексику, в Аргентину, вообще по Южной Америке. Ночевал в джунглях несколько ночей, в гамаке причем. Вот, я вам должен сказать, очень интересные мысли приходят в гамаке в джунглях, когда ночуешь. Ну, во-первых, там не очень поспишь, потому что ночью в джунглях оживают. И, честно говоря, страшно. Потому что такие звуки такие... То есть, джунгли наполняются звуками тех, кто хочет есть. Тех, кто ест, и звуками тех, кого едят. Вот это... Это так страшно. Я заглушки засунул, а в уши... Ну, и, конечно, сразу засунуть невозможно. И тут еще две француженки тоже. Нет, ну, они в других гамаках. И на деревьях тоже. И нас сторожили индейцы. Ну, это еще более-менее. Они развили костер, ну, чтобы ягуары не подходили. Я говорю, зачем костер? Они говорят, чтобы ягуары не подходили. Вы заснете после такой фразы? Да никогда в жизни. А я с ними торговался, с индейцами. За ночь сколько возьмете? Ну, в смысле, сторожить. И я... Они говорят, пять долларов каждому индейцу за ночь. Я сторговался. Я четыре, говорю, больше не дам. Ну, нет таких цен пять долларов за ночь. Я практически сбил им цены. Но они действительно с ружьем ходили, сторожили. А вот, ради чего я это все рассказывал, утром я сделал, по-моему, замечательный и верный философский вывод. Я проснулся уже в шесть утра где-то, а то, что почувствовал, как на меня кто-то смотрит. Открыл глаза. Действительно, на какой-то очередной секвойе метров трех надо мной сидела обезьяна. Такая... Такая мордатая, мордатая вот такая. Мохнатая морда у нее. Она внимательно на меня не просто смотрела. Нет, она зырила. И я понял... Я экстрасенс, я медиум. Я понял, о чем она думала. Она думала, что бы у меня стыбзить. Вообще, путешествую по джунглям, побывав в Африке, я понял, главное, обезьяны только об одном думают. Что бы стыбзить все время. И я сделал главный вывод. Дарвин прав. К сожалению. Ну, а теперь я хочу поделиться впечатлениями о своей поездке в Египет. Глава первая. Эпиграф. Не грузи, не загрузим будешь. Молодцы. Отреагировали. Ничего. Итак, надо признаться, что я готовился к путешествию в Египет, как бывший добротный советский турист. Я объясню, что это такое. Молодежь теперь уже не знает, но советскому туристу перед поездкой предстояло пройти Портком, Провком и сдать экзамены на знание той страны, куда он собрался, самому страшному кому. Комиссии ветеранов. Ой, помню, когда я впервые выезжал с группой студентов в Польшу. Меня всерьез на Порткоме спрашивали, какие удои молока давала среднепольская корова в 1939 году на душу среднепольского населения. Вы хихикаете? А я правильно ответил на этот вопрос. Удивился даже председатель совета ветеранов. От разочарования, что он не завалил меня, у него даже стон такой вырвался. Знаете, стон Тарзана, которому изменила Чита. Теперь смешно вспоминать. Но тогда, ради того, чтобы побывать за границей, ой, я узнал столько полезного. Например, какой по счету американский самолет сбили вьетнамские зенитчики из Узбекистана? Узнал, сколько к 20-му съезду партии дети монгольских коммунистов собрали внеплановые лабуды. Наконец, сколько пар Могилевской обувной фабрики 46-го размера было поставлено голодающим детям Парагвая. Хотя я тогда и уже не понимал, зачем голодающим детям Парагвая обувь Могилевской фабрики, да еще 46-го размера. Они что, кидаться этими туфлями будут вместо грана? А на одной из таких комиссий я заклеймил позором оппортунистический Китай. В то время он как раз поссорился с СССР. И поскольку тогда в Китае была новая директива бороться с рождаемостью, Китай разместил заказ на производство противозачаточных для своего миллиардного населения в Венгрии. А поскольку Венгрия дружила с Советским Союзом, Китай обиделся на Венгрию. И отказался от заказа. А Венгрию уже выпустили. И обеспечили себя противозачаточными на 1500 лет вперед. В общем, что только я не узнал. В общем, собираясь в Египет по старой советской традиции, я решил, чтобы не позорить отчизны, чтобы подготовиться. Прочитать хотя бы учебник древней истории за шестой класс. С очень красивыми картинками пирамид. Прочитанным поделился с друзьями. Друзья были поражены, спрашивали, откуда я так много знаю. Хорошие, молодцы, реагируйте. Вдохновленным успехом я перешел к более сложной литературе, приложению детской энциклопедии мифы и легенды древнего мира. Вскоре друзья вообще начали избегать встреч со мной. Они закомплексовали. Многие перестали со мной встречаться. Я же, в свою очередь, стал пересказывать им прочитанное по телефону. Естественно, заглядывая предварительно в текст, поэтому сыпал таким количеством имен, дат, что кто-то посоветовал немедленно сойти с диеты мне. Потому что, как он сказал, у меня начался явный приступ обострения памяти. А перед самым отъездом я не сдался. Я вообще напугал всех тем, что по возвращении покажу им слайды. Я давно заметил, если вы начинаете нервничать, что у вас допоздна задержались гости, и вы хотите от них освободиться, самый верный выход из положения, начать развешивать на стене простыню, приговаривать. Сейчас, дорогие гости, давайте посмотрим с вами слайды нашего путешествия с детьми в Турцию. Гости тут же начинают собираться по домам, говорят, уже два часа ночи, пора дела делать. В общем, уже задолго до путешествия меня интересовало всё. Например, ну почему пирамиды строились для погребения фараонов, при этом до сих пор ни одной мумии в пирамиде не найдено? Почему все, кто пытался проникнуть в тайный пирамид, пробраться как за храмом, погибали? Вскоре погибали от болезни, от катастрофы. Просто мистика. По какому закону продукты, помещенные на дно пирамид, всегда остаются свежими? Почему лезвия ножей самозатачиваются в пирамидах? И вообще, и вообще, куда всё время смотрит умаляющим взглядом сфинкс? Наконец-ка, что отбил ему нос? И зачем? Кому этот нос понадобился? Но больше всего меня потрясла, книжка даже не историка, не учёного, нет, простого российского врача, который утверждал, что расстояние между всеми загадками древности на Земле одинаковое. Например, между египетскими пирамидами, мексиканскими, мексиканскими островом Пасхи, островом Пасхи и Стоунхенджем, Великой Британии и так далее. Ой, в его схему даже вписывался злополучный Бермудский треугольник, на дне которого, кстати, тоже предполагают есть пирамида. Причём, равно это расстояние числу, от которого не просто содрогаешься, оттороп берёт, 6666 километров, вот. И трёх-то шестёрок люди боятся. Говорят, у дьявола на затылке такое сочетать. Я, кстати, видел один раз в жизни четыре шестёрки подряд на номере московской машины Бориса Березовского. Причём, как признался сам автор книжки, он измерял эти равноудалённости не по земле, нет. Я всегда говорил, у русских людей потрясающий пытливый мозг и удивительная соображалка. Для того, чтобы измерить по земле, экспедиция нужна, деньги. Он измерял эти расстояния по глобусу. Простым мягким швейным сантиметром. А потому что линейкой тяжело по глобусу это измерять. Но, признаться, я не поверил в такие равные расстояния. Я не поверил. Я ведь тоже наш русский человек. У меня тоже пытливый ум, между прочим. Поэтому я тоже купил себе глобус. И мягкий швейный сантиметр заперся у себя в кабинете. Ну, как в детстве, когда тайком от родителей запирался, чтобы поглядеть альбом художника Рубенса. А, это интеллигентные люди реагируют, да. Ну что, Рубенс эротикой был для нас тогда, что? И начал измерять, естественно, умножая на масштаб. Действительно, 6666 километров. У меня было такое ощущение, будто у меня вспотели зубы. В это время зазвонил телефон. Звонил тот самый приятель, который советовал мне сойти с диеты. «Что делаешь?» Спросил он. Находясь все еще в шоке, я ответил честно. «Измеряю глобус». «И как?» Переспросил он. «Все сошлось», — гордо ответил я. Он долго молчал после этого. Даже по телефону я слышал, как и у него вспотели зубы. После чего не нашел ничего лучше, чем спросить. «Скажи, а ты вот на диете?» Вот, знаешь, пока не сойдешь с ней, не звони. У меня от тебя перезагрузка матрицы. Короче, после всего, что я прочитал, мое воображение опухло. Мне снились все чудеса разом. Например, египетский бог Осирис, который прилетел с планеты Сириуса своими сириусятами или сириусенками, я не знаю. А в это время, ой, лохнесское чудовище, вынырнув из пирамид Хеопса, в районе Бермудского треугольника, сожрало его НЛО. Фу, еле-еле договорил. А вообще, я вам должен сказать, конечно, я всегда привожу пример во время своих выступлений, насколько же развита соображалка у наших людей. И мне космонавты наши рассказали, как американцы, я же без американцев не обойдусь, вы же понимаете, я их обязательно вставлю даже в Египет. Главное, аплодисменты. И всех тянет про них послушать. Вот что я... Даже на улице меня люди останавливают, смотрят на меня, говорят, они тупые. Вот без здрасти, без до свидания просто тупые все. Сказал человек, я ушел. Вот он как бы свое дело сделал. Да дело не в том, что они тупые, а вот космонавты мне рассказали наши. Представляете, когда американцы узнали в космосе, что шариковые авторучки в невесомости не пишут, они научно-исследовательский институт создали, разрабатывались ручки, которые пишут в невесомости. Космонавты говорят, а мы, мне говорят, представляете, как писали карандашами, так и пишем. Вообще, эти примеры я могу приводить бесконечно, потому что они очень смешны, я их, как правило, берегу на потом. Но японцы поняли, насколько сообразительны русские люди. И, например, из Владивостока, города, который рядом с Японией, берут на работу русских ребят, чтобы те работали в их институтах, скажем, в японских, головами, соображали просто. Им оклад платится, они должны соображать. Вот, к примеру, японцы в одном институте выясняли, как бы сделать так дверь в туалет, вот, чтобы ручку не брать рукой, когда выходишь из кабинки. Ну, вдруг она грязная, там, заразишься чем-то. И у них часа два шло обсуждение, фотоэлементы поставить или там, или на какой компьютер завести. Наш опоздал. И говорит, в чем проблема? Я не понял. Японцы говорят, как открывать дверь, чтобы не рукой? Он говорит, ногой открывайте, все. Как ногой? Он говорит, как, педальку сделайте и открывайте. А как наши эмигранты решили наворовать кирпичи в Германии? Что-то строили, какой-то сарай себе, поехали на стройку в выходной день. Ну, выходной, чтобы полиции, ну, чтобы никого не было, чтобы их не застали за этим занятием. И уже кое-какие кирпичи переложили к себе в багажник в машину, а в это время как раз подъехала полиция. И говорит, что вы делаете, возмущенная полиция? Ну, только наши могли догадаться до следующего ответа. Понимаете, говорят, мы тут строили вот здание одно, у нас лишний кирпич остался. Ну, мы же русские, мы привыкли делиться. Вот мы решили на стройку привезти, чтобы кирпич не пропал. Как меня пародируют, готовы? Полицейский немецкий говорит, это по закону не положено. Немедленно забирайте кирпичи, все и уезжайте. Глава вторая. Эпиграф. На чужого конька не садись, горбунком станешь. Почему нас так тянет к загадкам истории? Вот я думаю, потому что история – это спираль, по которой медленно-медленно такой божьей коровкой карабкается человечество. Важно определить только, до какого витка букашечка докарабкалась. Тогда не будешь смеяться над прошлым, поймешь. Возможно, это твое будущее. В первый же день, отправляясь в пустыню, я подумал, я разгадаю загадку. Поэтому нарядился во все самое модное и откутюристое. Шорты от ферре, очки от гучи, ну, чтобы пирамидам понравиться. Меня можно простить, я всю свою самую темпераментную часть жизни провел в бесцветнейшем инженерном советском прошлом. Как мы одевались, кто помнит, в серые, как спецовка, костюмы фабрики «Большевичка». Врачи-инженеры, артисты-летчики, мы все были похожи на персонал огромного рабочего цеха под названием СССР. А обувь носили двух фабрик – «Буревестник» и «Скороход». Все. Когда эти туфли стояли на полках обувных магазинах пара к паре, то изящистым исполнением они напоминали сложенные на стеллажах снаряды зенитно-пускового комплекса. За то, сколько радости мы получали в СССР. Правда? Я, знаете, иногда думал, в СССР больше радости было. Вот с утра поставил в очереди, достал кефир, радуешься весь день. Я андатровую шапку полгода копил на нее. На трамвае не ездил, пешком ходил, экономил, купил, полгода радовался. А из Рязани люди за колбасой ехали. Три часа на электричке обратно с колбасой радостные ехали. Теперь этого нет. Теперь мы мстим нашему серому прошлому, одеваясь во все самое изящное, куда ни попадя. Только наши женщины с утра за границей выходят в гостиницах на завтрак вечерним. Я видел наших женщин в Израиле на пляже на каблуках. Они утками так переваливались по песку. А мужчин в Альпах видел. Они на лыжах катались в галстуках. Однако у пирамид меня ждало разочарование. Народу в пустыне было. Я еще подумал, почему она пустыня называется? Хотелось мировой души, а вокруг была мировая толпа. Японцы крупой рассыпались по пустыне и повсюду фотографировались. Это фокихи, говорю, те, кто видели эту картинку. Японцы фотографировались на каждом выступе каждой пирамиды. С охранной, с проводниками, стоя рядом с верблюдом, сидя на верблюде, под верблюдом. И все японцы, как новогодние елки, были увешаны своей фото-видео-киноаппаратурой. Правда, надо отдать должное. Японцы самые дисциплинированные туристы в мире. Подъехал автобус. Все японцы рассыпались по достопримечательностям, резко сфотографировались и по команде, как пионеры дружно, всосались обратно в автобус. У старика Дурова был такой аттракцион, мышиная железная дорога. Да, кто не знает, мыши по команде заползали очередью в вагоны поезда, поезд трогался, а мышки тихонько глядели из-за кошек. Вот, японцы точь-в-точь мышки Дурова. Они так же внимательно смотрят из-за кошек туристических автобусов всего мира. Они никогда не кричат, как наши, через всю пустыню. Ты чё, придурок, батарейки у фотоаппарата не поменяла? У японцев это поразительно, у них всегда поменяны батарейки. Для японцев главная задача сфотографироваться рядом с шедевром. Я видел, как в Лувре японец однажды фотографировал свою жену на фоне Джоконды. Для неё Лувр был чем-то вроде фотоателье. Но в отличие от наших, они всё-таки не пытаются в этом фотоателье примерить свою голову к безголовой Нике Самофракийской. О-о-о, зал какой, ну-о-о, да. Иногда объяснять приходится, что это такое. Не пытаются приставить руки к Венере Милосской, как наши. Показать распальцовку Аполлона, мол, ты... Пацан из Кривого Рога жене говорит Лувре. Ну, шо она такое продавала, шо её товар вместе с руками оторвали? Совсем другое дело итальянцы. Итальянцы не обязательно фотографироваться. У них своего антикварного добра я развален дома навалом. Чтобы ещё унижаться перед чужими. Нет. Поэтому итальянцы путешествуют по миру, чтобы шуметь. Только много людей было за границей. Они больше всего похожи. Итальянцы на нас по духу любят тусоваться, махать руками, показывать себя, поесть на ночь, поздно ложаться. С утра на завтраке тоже в золоте. Разговаривают руками и всё время думают, как и наши, где бы чего украсть. Если, скажем, в Берлине или в Канах ночью издали, заметьте, шумную толпу, это или итальянцы, или русские. Я иногда думаю, если наших кавказцев на рынках одеть поприличнее и сильнее надушить, получились бы итальянцы. Вот жулики мирового класса. Это итальянцы. Мои знакомые, они пытались в Риме продать туфли разного размера. 36-го и 38-го. Да, и говорили, ну как, вам же подходит. Остатки слить хотели. Немцы тоже любят пошуметь, но только после пива, то есть во второй половине дня. В первой половине дня немцы сдержаны и больше напоминают финнов. В отличие от немцев, финны напиваются сразу даже пивом. И шумят недолго. Быстро обмикают и превращаются в такие полуаморфные тела. Им очень подходит кликуха, данная российскими путанами, финики. Мягкие, годные к употреблению. Англичан путешествуют мало. Похоже, за два столетия колониальных войн вообще у них истощилось желание таскаться по миру. Меньше англичан, путешествующих я видел только шведов. Им и так хорошо в Швеции, как в пансионате для престарелых. Скандинавам вообще путешествовать нет с чем, у них пива дома достаточно. Я на пароме пришел в Хельсинки, как-то из Питера. И финнов было как-то немного на пароме. А когда мы подошли к Хельсинки, я смотрю на причале много-много встречающих финнов с инвалидными колясками. Я думаю, боже мой, а на пароме вроде не было инвалидов. Оказывается, это из России пьяных финнов встречают, домой довозят. А вот путешествующих испанцев в мире много. Испанцы, почти как итальянцы, но одеты беднее. Они еще меньше, чем итальянцы, любят работать. Самое длинное сиеста в мире в Испании. Так что им просто не хватает времени на производство хороших товаров. У них даже есть такая примета у испанцев. Если вступишь на улице ногой в собачью мину, это к счастью. Понимаете, им легче придумать примету, чем убрать на улице. Впрочем, нам это знакомо. Китайцы, китайцы по лицам похожи на японцев. В плавках на пляже китайцы от японцев отличить невозможно. Но это на первый взгляд. А вглядишься, о, у китайца напряженная спина. Чувствуется с этой спиной, отовсюду наблюдает коммунистическая партия Китая. Самые напряженные лица и спины у северных корейцев. Я когда вижу северных корейцев, я вспоминаю, что на одном конкурсе красавиц в Северной Корее единодушно первой красавицей был признан Ким Чен Ир. Но одеты корейцы так же, как наши вьетнамцы. То есть, как наши ученики в ПТУ. Кстати, путешествующих вьетнамцев я не видел нигде, кроме как в аэропорту Шереметьево. Они только там путешествуют, на газетках. Лежат. Мне таможник рассказал, гениальный случай. Вьетнамцы же работают на наших заводах московских. И стараются оттуда тоже все унести. Винтики, болтики, петельки, шпунтики. И они вот так вот, все, сумки полные, пальто, пиджаки у них там вот все в гайках. Вот вокруг. И таможник ему говорит, вьетнамцу, все буду проверять, все, чтобы поставил на ленту. И таможник говорит, я смотрю туда в монитор, а там скелет. Целый, с головой. Я вьетнамцу говорю, что ты везешь? А вьетнамца нет нигде. Он сам туда залез оказывает. Французов в путешествиях, как и японцев, почти не видно и не слышно. Французы не унижаются, не самоутверждаются ни шумом, ни излишествами в моде. Они, они самые гордые. Они презирают все народы мира уже хотя бы потому, что у остальных нет Парижа. К тому же у них, французов, было всегда самое большое количество революций, Людовиков, Наполеонов, они законодатели моды в вине и идее одежды. У них самый сексуальный язык в мире, как считают только они, между прочим. Еще они сумели внушить всему миру, это какой-то гипноз мирового масштаба, что у них самая красивая в мире телебашня. Эйфелева. Хотя издали она просто похожа на гигантскую ногу для высоковольтной линии передач. На самом деле, все в высокомерии мгновенно сбивается с любого француза, если к нему хотя бы обратиться на его родном языке. Достаточно всего двух слов. Сильвуплея месье, сильвуплея мадам. Француз тут же станет приветливым, как тайландская массажистка. О, много людей принимали, знают предмет. И французы будут готовы перейти с вами даже на английский язык его врагов со времен Орлеанской девственницы. Поэтому французы сразу отворачиваются, если видят хотя бы издали американцев или русских. Американцев они презирают за то, что те приходят в их дорогие рестораны в шортах, просят вино божеле постарше. Очень громко сморкаются. Вы вообще слышали, как американцы сморкают? Ох! Вот так вот. Как взрыв ядерный такой. А еще французы не любят американцев, потому что, во-первых, те в гостиницах заваривают кофе горячей водой из-под крана. Однажды я видел официантку, француженку. Она заплакала, она заплакала. Американец попросил ее принести еще один бокал, чтобы развести бордо пепси-колой. Она готова была с суицидом покончить после этого. Ну, а русских французы сторонятся, потому что русские не могут выучить даже Сильвупле. Ну, не умещается в русских головах даже два иностранных слова. Русским легче руками объяснить, что он хочет. Как пройти к Эйфелевой башне? Он будет изображать Эйфелеву башню. Встанет на цыпочки. Вот как туда пройти? Я в Италии нашему человеку раз в 30 сказал, что по-итальянски сколько стоит кванта-коста. Я сидел за ним в автобусе и говорил, кванта-коста, кванта-коста, кванта-коста. Он зашел в магазин и сказал, коза-ностра. Вам ха-ха, а полицию вызвали. Думаю, что он представился. Спокойно, спокойно. Это грустные очерки. Я вообще не знаю, зачем путешествуют американцы, взбираясь на Крополь. Они жалуются, что там нет закусочной. Около Парфенона нет пиццерии. Что это за Парфенон? Американская молодежь всегда в наушниках. Перед пирамидами в горах, на берегах морей, на Эйфелевой башне. Я видел американскую тинейджерку, которая на французской комедии в парижском театре сидела в наушниках, пританцовывая на стуле, разложив попкорн на плечах впереди сидящих. Американцев очень легко узнать в любой точке мира по фигурам. Благодаря гамбургерам и антибиотикам, которые не едят одновременно, и фигуры расширены книзу, как будто у всех в штанах памперсы. Философы считают, что американцев никогда не будет революцией, потому что у них недостаточно для этого времени между едой. В отличие от французов, которые гордятся собой скрыто, американцы во всех странах гордятся собой открыто, на показ. Я сделал интересное лингвистическое наблюдение. Вот мы, например, с большой буквы пишем слово «вы». А американцы слово «я». Я с большой буквы. Они гордые, они главные во всем мире. У них даже речь такая, неважно, понимаешь, его или нет, это ему не важно. Как будто картошки горячие в рот. Потому что он главный. А если что не так, пожалуется президент, он прикажет разбомбить любую страну, обидевшую их туристов. Я могу про них все, что угодно говорить. Я говорю, меня виза лишили в Америку. Именно после этой фразы. Там было продолжение еще на телевидении. Они перевели то, что я сказал. А это перевести трудно. Что они главные, а значит, их президент главнюк. Но это телевидение отрежет. Потому что тогда их лишат визы, если они это покажут. Самое страшное в путешествиях и забавное, слушать, какие вопросы американские туристы задают гидам. Например, в той же пустыне я слышал, как американский турист спросил у гибетского гида. Фараон Хоффу, когда строил пирамиду, считал, сколько ему обошлось в долларах? Я подобными наблюдениями часто делился со сцены. И мне многие не верили. А теперь я получаю письма уже третий год по электронной почте с доказательством, что я прав в своих наблюдениях. Гид мне недавно из Эрмитажа написал письмо. Представляете, веду американцев по Эрмитажу, рассказываем, они все записывают аккуратно, они же профессионалы. Они любят все изучать очень тщательно. А в конце экскурсии один американец спрашивает у гида, как назывался музей, по которому мы ходили. Гид мне пишет, я решил приколоться по вашему принципу. И говорю ему, лувр. И он остальным говорит, я же вам говорил. Уже через 15 минут, стоя напротив пирамид, я с грустью ощутил, что ничего не чувствую, кроме раздражения на толпу, точнее на самого себя. Хотелось быть романтиком, а я оставался сатириком. Правильно сказал кто-то из моих друзей, сатирик – это уставший романтик. Раздражение было настолько сильное, что я даже в записной книжке заклеймил позором арабских верблюдов. Беспощадный сатирик такой. Теперь стыдно вспоминать, что я тогда написал в записной книжке. А фраза была такая, самое неприятное, что есть в арабских верблюдах – это их хозяева арабы. Многие, многие были в Египте. Поэтому сейчас узнаете, наблюдашку. Чтобы вытащить из туристов лишние деньги, арабы не гнушаются ничем. Например, чтобы залезть на верблюда, называют одну цену – три доллара. А когда залезешь… Говорят, чтобы слезть, надо заплатить 30 долларов. Я заметил, что когда они очень хорошо знающие историю, туристы попадают впервые в Египет. Первая мысль, которая возникает у большинства – ну как могли древние египтяне с гордыми, фресочными спинами выродиться в таких попрощаях? И как вся гордость хозяев верблюдов могла уйти в самих верблюдов? В любой точке пустыни вас всегда найдет высохший, как корень верблюжьей колючки, араб, мечтающий продать вам бусы. Ух, я этих бус накупил. А у меня разноцветные. Они через год все одного цвета стали. Любой присланный из местного турбюро гид или гидша, доложив голосом отличника, какой высоты, какая колонна, пирамида, сколько ушло тон камня, заклепок, на их строительство постараются как можно скорее закончить экскурсию и уговорить вас. Зайти в ювелирную лавку, где хозяин, его друг детства, конечно. У него самое дешевое и качественное в мире золото, естественно. А русским он вообще продает дешевле, чем покупает. Потому что русских он уважает в память бывшей ненависти Советского Союза к Израилю. Если вы откажетесь, мол, золото вас не интересует, найдется друг детства, у которого самое качественное и дешевое в мире серебро. Не заинтересует металлы? Будет соблазнять папирусами. Естественно, единственной лавкой в мире, где продаются несовременные банановые подделки. Нет, настоящие древние папирусы времен самого Эхнатона и Рамзеса. А чтобы вы не сомневались в их подлинности, они изготавливаются прямо при вас во дворе этой же лавки. Фу, прочитал. Наконец, при выходе из отеля, если вы хорошо одеты, не дай бог, ну, хорошо я имел в виду в итальянское настоящее, не в итальянское, пошитое под Варшавой, на вас стайкой пираний налетит местная арабская детвора. Не с просьбой, с требованием милостыня. Это детвора разбираются в швейцарских часах, кутерье. Мой совет с зажиточным туристом. Если вы хотите спокойно провести путешествие по Египту, отправляясь туда, купите у какого-нибудь бомжа лохмотья. Или оденьтесь во все отечественное. Ну, что, в принципе, одно и то же. В один из свободных от музея в ней, будучи на Синае, я решил отправиться с англоязычным арабом-проводником вглубь пустыни до бедуинского поселения. Предстояло качаться на верблюде кораблей около 10 километров. Вела мою корабль под узцы девочка-арабка лет десяти с фигурой щепки. Необычайно подвижная, босоногая, бойкая, лепешки грязи на ступнях, ее ноги защищали от горячего песка и от скорпионов, как мозоли, защищают верблюда. Верблюд ее слушался. И было непонятно и странно, как такой большой слушается, такую маленькую. По ее знаку он приседал, она заскакивала на него с разбега. Даже скорее взлетала в его горбинке и окриком понятным только им обоим мигом пускала его рысцой этим полетом. Невозможно было не любоваться в белой арабской накидке. Она летела по пустыне, как чайка летит над морем. По-английски, правда, уже знала все слова, связанные с деньгами. Знала, что пересчитывать деньги надо при клиенте. Мне не хотелось портить в своем воображении образ чайки, поэтому через своего проводника я постарался ей объяснить, что если она не будет отвлекать меня от созерцания пустыни, своим попрошайничеством, в конце путешествия я дам ей премию. И не только ей, но и ее верблюду. Лично, в зубы. Она обрадована замолчала минуты на три. И мы лениво поползли по пустыне. Небо над нами было высокое-высокое, как лоб мудреца с мелкими морщинками перистых облаков. Горные цепи вокруг пустыни были... Но в отличие от меня, моей проводницы, вся эта гармония спокойствия была в тягость, так же, как мне когда-то, жившие в квартире надо мной алкоголики, которые по ночам напивались и под музыку падали на пол вместе с мебелью. Уже через 10 минут после моего предупреждения не трогайте, не дергайте меня за ногу, она начала дергать за ногу моего проводника, чтобы он обратился ко мне. Можно ли ей поговорить со мной? Если не о деньгах, то хотя бы о жизни. Потому что молчать она не может. Тем более впереди такая радость, премия для верблюда. К тому же в ведуинском поселке у нее прозвище «Радио». За время нашего путешествия я узнал по радио все новости их нелегкой бедуинской жизни. У ее отца 300 верблюдов, и всем нечего есть. В школу отец не пускает, говорит, нечего зря время тратить, надо работать. Он хочет купить еще 300 верблюдов, им тоже будет нечего есть. А никто из сестер не умеет так зарабатывать деньги, как она, потому что они-то не радио. А с туристами нельзя молчать. Она честно сказала, туристы вообще денег не дадут тогда. Я спросил радио, может тебе, как и я, многие дают деньги, чтобы ты помолчала? Радио в ответ хихикнула. Мол, я разгадал ее хитрость. И тут же похвасталась, что, во-первых, в этом году ей удалось заработать как никогда, во-вторых, еще я дам ей премию, в-третьих, главное, ей скоро исполнится 10 лет, а отец, что здорово, в школу не пускает. Похоже, закончила она свой монолог, жизнь начинает складываться. Интересно, что мой переводчик-араб, переводя ее слова, явно гордился тем, что такая маленькая девочка уже умеет так находчиво разводить клиентов. Он искренне считал это спасительным задатком подрастающего поколения своей нации. В общем, весь этот рабский табор за время моего путешествия меня достал так, что мне искренне стало жаль израилетян. Невозможно по-хорошему договориться с тем, кто принимает его желание договориться за слабость. Я понимаю, по большому счету, я не прав. В любой стране есть халявщики, но есть ученые, рабочие, писатели, есть создаватели в любой стране. Но лично я теперь, после многочисленных поездок по Израилю, путешествия по Египту, при слове «араб-бедуин» вижу лавочника с бусами посреди пустыни, рядом с грустным, недоедающим, облезлым, словом, побитым молью верблюдом, у которого не осталось сил даже на то, чтобы оплевать кого-то прилично. А рядом транспарант с надписью на английском, который я видел сам. Кто хочет сфотографироваться с верблюдом, подойти к верблюду и спросить фотографа. А я ехал в Шар-Мальшеих на машине. Пустыня, три бензокалонки. Я часто ведь делаю наблюдения за объявлениями. Это гениальное объявление. И не только у нас подобные дурашлёпства. Три подряд бензокалонки. На первой написано. Заправляйтесь только на этой бензокалонке. Те две. Мираж. Я публиковал эту главу. Первые эти две главы. Потом перестали печать в АИФе. История повернулась совершенно неожиданно. Меня лишили визы в Египет. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Мало того, что меня в Америку не пускают, в Египет. Более того, если бы вы ещё знали, что меня год на Украину не пускали. Последний год президентства Кучмова. А интересно, чему вы сейчас аплодируете? Вот Кучме, что ли? Я действительно сказал, что Украина вляпалась в Кучму. И Кучма так обиделась. Ну, правда, по-моему, скоро меня снова туда перестанут пускать. Потому что я тут такое брякнул про Тимошенко. Ну, кто меня просил? В Киеве выступал недавно. И сказал, это бледное с косой за Ющенко ещё придёт. АПЛОДИСМЕНТЫ А знаете, я ведь пишу и рассказываю. Ну, как, вот как думаю, так говорю. То есть меня скоро вообще всюду перестанут пускать, судя по всему. Меня из России выгнать да уже должны давно. Глава третья. Эпиграф. На свете есть мудрецы, а есть учёные. Учёные – это те, которые много знают. А мудрецы – это те, которые ещё понимают то, что они знают. Через три дня, доведён египетским попрошайничеством до состояния лёгкого Паркинсона, я решил пойти на хитрость. Избавиться навсегда от Гуччи и от Ферре. Всё. Поэтому я купил на арабских рыночных развалах самую дешёвую туристическую дюрюгу, на которой местные египетские кутерье, специально для русских туристов, из глубинки пришили этикетку с надписью «Русскими буквами Адидас». Зато теперь, когда я выходил из гостиницы, местные бомжи не только не приставали ко мне, они хотели меня покормить. Правильно сказал кто-то из моих коллег. Будь скромнее, и к тебе люди потянутся. Уже на следующий день, после покупки дюрюги, мне повезло с правильным гидом. Он был абсолютно не похож на предыдущих. Молодой, неживотастый, жизнеобильный. Его глаза не играли в прятки, пытаясь меня дурачить, развестись, делать простокважей. Он даже, как постоянно делают арабы, прямо на улицах не чесал рукой под брюками в области паха. Похоже было, что он спрыгнул с какого-то фрагмента древней фрески. Действительно оказался не арабом, коптом, потомком тех настоящих древних египтян, которые ещё сохранились в Египте. С арабами его роднило только то, что его мама тоже училась в Москве. Как он мне сказал, в университете имени Лукумбы. Я представил Лукумбу, мне страшно было. О, Лукумба. И ещё он утверждал, что мама до сих пор тащится от русской литературы, и сейчас с гордостью доложил мне, читает Пелевина. О, читающий зал. Он очень неплохо говорил по-русски, хотя в России ни разу не был, зато уже знал такие слова, как разборка, новый русский, развести, лох, лошара. Видимо, мама зачитывала ему вслух страницы из Пелевина. Он даже знал выражение в натуре. Правда, пристраивал к своей речи совершенно не кстати. Например, спрашивал меня, как вас в натуре звать? Я ему в натуре отвечал, как меня в натуре звать. Мы совершили с ним бартер. Я поведал ему, что у русских в истории всегда была мощнейшая энергия, вектора не было. Тем не менее, мы многому научились уже у Запада. И у наших новых русских появились в речи первые неопределённые-определённые артикли. Неопределённые типа, определённые конкретно. Молодцы, ребят. Это лингвистическая шутка. Также я объяснил ему, что означает новое внушающее уважение любому русскому словосочетанию. Не я, типа, дуть в уши, колбасить в кислоте, шуршать фанерой, перетирать тёрки, стучать ластами на дискотеке. За это копт поведал мне тайные арабские слова, после которых, когда я их произносил, арабы с бусами застывали на месте. У них лица вставали дыбом. И арабы после этих слов смотрели на меня с удивлением, с которым женщина заглядывает под капот. Я не знаю, что означали эти слова. Видимо, их очень трудно перевести дословно на русский. Так же, как объяснить арабам, что означает наше выражение, колотить понты, навинтить гайку серпом по рейтингу, не говоря уже лохматить бабушку. Особенно тяжело было объяснить моему копту, ну почему русские называют. Он меня всё время спрашивал, ну как я ему объясню, почему называют молодых девушек мочалками или кошёлками. И он всё время допытывался у меня, какая разница между мочалками и кошёлками. Я говорю, ты не заметишь этой разницы. Он говорит, а что лучше, мочалки или кошёлки? Я ему ответил честно, лучше тёлки. Он задумался после этого. Вообще, должен сказать, мы много с ним разговаривали. Забегай вперёд, скажу. Мой новый арабский друг вскоре похвалил меня. Он отметил моё чувство юмора и сказал, что мне надо стать юмористом. Я обещал. И ещё он сказал, что я не похож в натуре на нового русского. Он никак не мог определить, кто я по профессии. Потому что в историческом музее я не обратился к нему с вопросом, с кем можно поговорить, чтобы купить что-нибудь из сокровищницы Тутонхамона. И ещё я не пытался, как один из его клиентов, сесть на трон Эхнатона. А потом на замечание администратора, мол, вы что, это же кресло Эхнатона. Тот ответил, не волнуйтесь, он придёт, я встану. Нет, вы не новый русский, закончил он мне своё признание. Не надо мне шуршать фанерой. И мы отправились с ним к пирамидам. Во второй раз. Вечерело, солнце уже нехотя обогревало пустыню, нехотя вёз нас таксист. Уже поздно, сказал он, вас не пустят. Куда не пустят, спросил я. В пустыню? Да, ответил он, ворота в неё закрываются в пять. Поразительно, когда мы подъехали к пустыне, я действительно увидел ворота. Хотя забора не было. Я думал, такое только в русской деревне возможно. Посреди пустыни стояли ворота. Это кинотюрмор для Сальвадора Дали. В этот вечер египетский бог солнца Ра сделал мне самый замечательный подарок за время моего путешествия по Египту. Он, он испортил погоду. Причём настолько, что сразу отсёк пирамиды на весь вечер от мировой толпы. Вдруг подул ветер, который в литературе обычно обозначается словом «нехороший». Ещё с дороги было видно, как он поднимает в пустыню угрожающие вихри и выдувает, выдувает ими из пустыни всех туристов. Песочные вихри взвивались от пирамид вверх, словно пытались сорвать с неба раскрасневшееся задень солнца. Зато пирамиды оживали на глазах. Их рабочий день закончился досрочно. Они не были больше в фотоателье. Им не надо больше было работать первым чудом света. И за всем этим непогодным беспокойством в пустыне снова ощущалось вращение земли. И мне показалось, что пирамиды маленькими грузиками уравновешивают это вращение. Мой гид-копт, все новые теории, вот этих учёных, экстрасенсов, тех, кто в астрал выпадает, как я их называю, астралопитеков, контактёров, прочих ведьмаков, вообще считал кощунством над прахом его прадедушек, которые всё это строили. Поэтому он мне тщательно рассказывал, как строились пирамиды, какие использовались приспособления, с гордостью рассказывал. В конце концов, словно обиженный ребёнок выпалил. Это был труд, понимаете, труд многих тысяч людей. А вашим учёным, вашим учёным пора, пора закрыть вентиль. Он долго пытался подобрать правильные слова, наконец подобрал. Это, 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 сказал он, базар фуфломётов. Я правильно сказал, спросил он. Ещё как правильно. Благодаря ему я тут же ощутил загадку пирамид. Ощутил. Пирамиды созданы землянами, не сириусянами и не сириусятками. Нами, нашими предками. А все теории про их инопланетное происхождение выдуманы теми учёными, которые даже представить себе не могут, что можно так долго работать. Потому что никогда не держали в руках ничего тяжелее компьютерной мышки. Когда я об этом и подумал, мне показалось, даже сфинц подмигнул мне подбитым глазом. И от пирамид тёплым приветом прилетел порыв ветра. Они разрешили прикоснуться к ним душой. Вот уже много веков они стоят на планете, как памятники нашим человеческим возможностям, напоминаниям о том, сколько в нас сил заложено. И что чудеса на свете случаются. Но над этим надо много работать. А все загадки реально и легко объяснимы. Почему загадочное расстояние между древностями? Так и соборы не на простых местах стоят. И тоже никто объяснить из учёных не может, почему. Мы не знаем каких-то законов тонкого мира, потому что слишком увлеклись законами толстой кишки. Мудрецы превратились в учёных. Почему продукты сохраняются на дне пирамид? Я у одного учёного прочитал. Квазидискретность континуумных потоков антинейтрина создаёт внутри пирамид амбивалентную когерентность. Холодно там. Вот они и сохраняются. И фараоны требовали хранить их в пирамидах, потому что видели, продукты сохраняются. Им тоже хотелось сохраниться. А ни одной мумии фараона не найдено в пирамидах, потому что фараоны допустили величайшую ошибку. Это урок всем, особенно зажиточным. Фараоны требовали хоронить их вместе с тем добром, который награбили за свою жизнь. Вы не поняли намёк? Намекну понятнее. Представляете, нашего олигарха похоронить со всем его добром. Вот долго его могила целой будет, как вы считаете? Абрамовича с командой Челси. На второй день ничего не останется. Прав мой копцарапский друг. Ребята, не надо дуть в уши. Разгадка в самом простом. Одни пирамиды строили, другие их разворовывали. Самый, что ни на есть, банальнейший конфликт истории. А потом нашли виновного. Наполеона, да. Вроде бы он пирамиды ограбил. И даже снял с них золотую обшивку блестящую. В этом мне лично мало верится. Наполеон, он хоть тираном был, гением. А понятия гений и вор не сочетаются. Вон в нашем правительстве и в парламенте ни одного гения. А учёные, учёные, не мудрецы, учёные потом про шедевры, загадки выдумывают, чтобы пиариться. Я их так и называю, пиарасты. Мне даже довелось прочитать в одной из статей, что написали о загадке Джаконда учёные-медики. Они диагноз ей установили. По портрету, чем она больна, да. И доказали, серьёзно, поскольку лицо у неё с желтоватым оттенком, у неё гепатит С. Вот так вот. Ширялась Мона Лиза. Поэтому руки держит вот так, чтобы вен не видно было, и сколотых. Ещё писали другие, что у неё цистит, гастрит, расстройство вестибулярного аппарата, вот у неё. Поэтому она всё время вот так вот. Невозможно улыбку поймать её. А улыбка не загадочная у неё, а злобная. Потому что с зажатыми губами она скрывает кариес и несвежее дыхание. Я поделился своими мыслями с моим гидом Коптом. Он ответил, что мы русские всё-таки очень небанальные люди. И ему очень с нами интересно. Мы неожиданные. Например, все национальности в мире, если их спрашиваешь, сколько будет 100 грамм умножить на 10, говорят килограмм. А русские говорят литр. Почему так? Спросил он меня. А как я ему объясню, почему? А ещё он мне рассказал, это он тоже запомнил на всю жизнь, как один из его экскурсантов, русский, напившись ночью, после бара в гостинице в одежде, прыгнул в бассейн. Вот просто прыгнул, всё, чтобы веселее было. Начал кричать, бить руками по воде, булькать, забрызгал всё вокруг бассейна. Ну, весело ему было. Проходящие мимо немцы начали его спасать. Думали, человек поскользнулся. Скользко. Им на ум не могло прийти. Что он сам в одежде прыгнул в бассейн. Вытащили. Насильно, но вытащили. Он начал всех благодарить, обнимать, целовать. Мокрый. Всех обнимать начал. Все мокрые немцы стали после его целовалок. Уверены были, что он так благодарит. На утро немцы устроили скандал администрации гостиницы, что вокруг бассейна ночью плохо вытирают, скользко. И русский турист поэтому скатился в воду. А они его героически спасли. В результате перед нашим извинились, принесли ему в номер бесплатно фрукты и шампанское. После этого наш каждую ночь водить. Даже продолжать не надо. Причем каждый раз администрация гостиницы удивлялась, что за бестолковый русский турист попался. Почему он все время в одном и том же месте падает в бассейн? От рассказа гида нас отвлекла неизвестно откуда взявшаяся в пустыне охрана. Они вдвоем сторожили пустыню. И вдвоем кричали на нас, пора освободить пустыню. Закрываем ворота. Они действительно всерьез закрывали ворота. Которые на фоне неба без забора смотрелись как врата рая. А главное создавали видимость, что в государстве есть дисциплина. Вообще иностранцы конечно любят про нас теперь истории рассказывать. В Калининграде я жил в гостинице и завтракал с одним шведом. Он был потрясен историей, которая произошла в Калининграде. И сказал мне, даже у них уже появилось выражение только у русских. Троллейбус в Калининграде нарушил правила. Приехала гаи. И как сказал швед, только русский водитель троллейбуса мог на троллейбусе сбежать от гаи. Глава следующая. Эпиграф. У человека есть три возраста, согласно моей философии. Первый это детство, второй это юность, третий вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, он совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это уже все отползай на кладбище. И все-таки я не согласен с выражением, если хоть раз побывал в Венеции, можно считать, жизнь состоялась. Нет. Для полноты ощущений я бы каждому посоветовал, кто хочет задержаться в третьем возрасте, поплавать с аквалангом в Красном море. Первый раз, как и с пирамидами, свидание с Красным морем оказалось у меня неудачным. Местный инструктор, араб, по дороге с упоением рассказывал мне о чудесах Красного моря. Из-за нехватки английских слов пытался описать жестами, какие бывают там чудеса. Рыбы, моллюски, изображал лицом кораллы. У него получалось, должен сказать. А в конце дороги мы уперлись в какой-то мол, куда для ныряния свезли, по-моему, всех итальянских туристов со всей Синайской округи. Подводное царство кишело итальянцами, как старый пруд лягушками. Это была такая итальянская толпа, слегка разбавленная водой. Интересно, что итальянцы умудряются быть шумными даже под водой. Они распугали всю рыбу. Казалось, в этом безрыбном пространстве они в масках и ластах просто охотятся друг на друга. Словом говоря, в подводном мире самое сильное впечатление у меня в тот день сложилось от мимики инструктора, который на обратном пути изображал те чудеса, которые я так и не увидел. Я долго не мог заснуть в тот вечер. Мне снился инструктор, изображающий кораллы и мычащие водоросли. Зато на следующий день мне повезло. За завтраком в ресторане в гостинице меня узнала русская официантка Таня из Днепропетровска. Я рассказал Тане о неудачном опыте подводного плавания между итальянскими ногами. Таня без доли иронии ответила мне, сейчас сезон итальянцев. Для меня это прозвучало так, будто итальянцы это рыба такая. У них сезон, на нерест тянутся итальянцы. Итальянская путина в Красном море. Тем не менее, она мне сказала, обнадежила меня, есть места, есть, где итальянцев нет. Ее друг, бойфренд, знает такие места. Тем более, он инструктор подводного плавания. К тому же, сказал, чтобы я не боялся, он не местный, не араб, а европеец из Шотландии. Европеец оказался мексиканцем. Ну, долгое время жил в Ирландии, поэтому Таня называла его шотландцем. Потому что от Днепропетровска, что Ирландия, что Шотландия, в общем разницы нет. Инструктор был таким полным, что не верил, что вода его не вытолкнет, как понтон на поверхность. Мексиканский шотландец действительно сказал, что он знает места, где нет итальянцев. Прежде всего, как он сказал, это очень глубоко под водой. Это грустный очерк. А там очень опасно предупредил он. Нужен тщательный инструктаж по технике безопасности, после которого я должен буду непременно сдать ему зачет. Тщательный инструктаж он проводил 4 минуты. Языком полужестов, полуглавных слов. Первое главное, сказал он, под водой никого ничего руками не трогать. Опасно, как у людей. Чем привлекательнее выглядит гад, тем он ядовитее. Погладишь разок, будешь мучиться всю жизнь. Впрочем, эту мудрость я знал по опыту собственной жизни. Вам все-таки надо мной, да, приятно смеяться? Второе самое главное. Опустимся глубоко. Если вдруг под водой тебе станет плохо, ты мне покажи рукой вот так. Он повертел кистью, будто вкручивал в люстру электрическую лампочку. Мол, тебе плохо. А я в ответе тебе покажу три знака. Первый. Он поднял два пальца, указательной безымянной, разведенной буквой ВИ вверх. Этот знак, сказал он мне, будет означать кредитную карточку виза. Следующий знак, смотри внимательно, три средних пальца опустил, это мастер-карт. Понял? Понял. А потом он нарастаял ноги руки и стал похож на заплывшую жиром букву ХА русскую, которая в английском произносится ЭКС. А это что такое, не понял я? Американ-экспресс. А теперь, слушай внимательно, если тебе станет под водой плохо, я тебе по очереди эти три знака покажу. А на один из них ты мне кивнешь головой, если сможешь еще. И я пойму, какой карточкой ты будешь наверху расплачиваться, если я тебя спасу. Окей, окей, ответил я. И мы после самого сложного в моей жизни экзамена по технике безопасности нырнули в долгожданное безитальянское безмолвие. Когда люди смотрят на что-то пестрое, они обычно говорят, все цвета радуги. К подводному миру Красного моря это выражение может употребить только дальтоник. Радуга по сравнению с этим немым царством скряга, скупердяй. Многие рыбы были разукрашены, как мировые звезды эстрады на сцене. Но неэстрадная тишина придавала им более философский и умный, чем у эстрадных звезд вид. Рыбы не унижались, не заискивали перед зрителями излишней дерготней трясучкой. Они плавали очень важно, неторопливо, сознавая собственную красоту. Рыб и всех этих морских чудищ было столько, что казалось, от них можно отталкиваться ногами. Безмолвное подводное шоу. Коралловое дно сверху было похоже на растильную ткань для японского праздничного кимоно. Мне так хочется посмотреть, а я... Это же на ТВ придумала, а я... Было, было? Там рыбки такие, да? Фух, слава богу, хорошо. Вообще, я часто ерничаю над эстрадными звездами, потому что сам с некоторых пор звездить перестал. Это я галкино отдал. Кстати, если продолжать разговор про звезды, вы знаете же, да, почему Кугачева развелась с Киркоровым? Это же больше всего сейчас заинтересует вопрос всех. Победросила и бросила. Но, кстати, чтобы вы знали, это последние такие данные у меня. Вы никому не говорите между нами, да? Но Пугачева отсудила у Киркорова все имущество на суде при разводе, но за это разрешила ему по выходным видеться с их дочерью Арбакайта. Ой, замерли. Думали, я всерьез вам сейчас расскажу. А, сейчас. Глава следующая. Эпиграф. Иногда шаг вперед, есть результат пинка в зад. То, что в Египте есть пирамиды, Красное море знают все. Но далеко не все знают, какая легендарная гора есть на Синайском полуострове. Ну, правда, многие туристы не знают, что и сам Синай находится в Египте. Синай – это такой египетский Крым. Тоже полуостров, курорт тоже. Так же, как вокруг Крыма, идут споры, чей он? Арабы. Ой, арабы. Пылко рассказывают, как во время последней войны с Израилем. Они героически разбили евреев и вернули себе Синай, который был еще их до того, как они сюда пришли. Евреи не менее убедительно доказывают, как после сокрушительного поражения, которое они нанесли арабам в той же войне, они подарили Синай побежденным из-за своей вечной еврейской щедрости. Так, в Израиль мне въезд закрыт. Но в отличие от Крыма, на Синай тянутся не только курортники. Это самое интересное. Еще христиане, иудеи из разных стран, которые знают, что согласно легенде Ветхого Завета, пророк Моисей получил заповеди для всего человечества от Всевышнего именно на Синае во время восхода Солнца на вершине одной из самых высоких гор, которую так многие называют теперь, гора Моисея. Перед поездкой, ну, как бывший советский, я среди прочих книг взял Ветхий Завет. Ну, чтобы перечитать то, что никогда не читал. Ребенок родился. Чтобы перечитать то, что я никогда не читал. Как в таких случаях говорят, освежить в памяти. Взял адаптированный вариант для самых маленьких. То есть в России этот вариант Ветхого Завета предлагается первоклассникам, а на Западе первокурсникам. И вот освежая в памяти то, что я никогда не читал, знаете, я пришел к выводу, что все пророки у евреев были очень беспокойными. Они никогда не давали своему народу нормально, спокойно пожить. Все время их гнали куда-то. Но самым беспокойным был Моисей. Шутка ли? В одиночку уговорил уйти из Египта 600 тысяч израилетян. В одиночку. Радио не было в то время. Тут у каждого здравомыслящего человека возник вопрос. Как вообще в Египет попало 600 тысяч израилетян? Да еще в рабство, в то время как Израиль с Египтом не воевали. По одной самой простой причине Израиля тогда не было. Была деревня Израилевка. А дело было так. Позвольте освежить в вашей памяти. В те древние-древние времена в Египет попал очень мудрый один израилетянин Иосиф. Фараон его полюбил. За то, что тот, в отличие от жрецов фараоновых, умел разгадывать сны и умножал в уме на 10. Фараон его сразу сделал управляющим своей администрацией. Такой Чубайс стал. Ну, в натуре Чубайс. А когда остальные в деревне израилевки, израилетяне узнали об этом, сразу сказали, что они все родственники Иосифа. И стали потихоньку из своей деревни перебираться к египетским закромам. Поближе, под предлогом, что они все родственники. Иосиф, надо отдать должное, открыл им всем лавки, шопы, бутики. Организовал новые ударные стройки пирамид, храмов. Вот что мне нравится в этой ветхозаветной истории, лично мне, что евреев еще не было, а еврейские традиции уже существовали. Все это очень не понравилось аборигенам. Которые считали, что пришедшие к ним не первопроходцы, а первопроходимцы. Начались волнения. Фараон от решения возникших проблем быстро укрылся. На том свете. А новый фараон оказался законченным антисемитом. И всех этих пришедших из израилевки погнал с насиженных мест, страшно сказать, на физические работы. Евреев на физические работы. Уже тогда для них это было равносильно рабству. Более того, он всех евреев лишил прав. То есть стали евреи в Египте практически негражданами. Сокращенно неграми. То есть первые негры в Африке были евреи. А что такое кризис? Как учил прищурец дедушка Ленин? Кризис. Это когда низы не хотят жить по-старому, евреи не хотят. Вот тут и появился вождь будущих евреев Моисей. Однажды он пас овец у себя на Синае. Присел так, чтобы передохнуть у будущей горы имени его памяти. И вдруг рядом с ним загорелся куст. Позже этот куст будут называть неополимой купиной. После того, как куст сгорел, он снова этот куст ожил. И до сих пор цел. Да? Мне об этом рассказал один монах. Очевидец событий времен Моисея. А тогда из горящего куста Моисея услышал голос самого Всевышнего. Иди немедленно в Египет, уводи оттуда своих соплеменников. Скажи им, это я им приказываю Господь их. Будут они избраны мною народом. Если отрекутся от поклонения золотому тельцу и будут верить только мне одному. И будут этой вере учить остальные народы. Покажу я им тогда их землю обетованную. Поверь, Моисей, очень хорошая земля. Это я в Ветхий Завет вообще-то пересказываю. Он даже сказал, земля плодородная будет, обещаю, полна ископаемыми. Палку в нее воткнешь, через год будут сыпаться с палки помидоры, апельсины, лимоны. У кого что? А чтоб твои соплеменники поверили, что это я тебя сам к ним направил. Прежде всего, Моисей, разреши-ка я разверзну тебе твои уста. Нельзя с таким косноязычием в большую политику соваться. И сотворил Господь из Моисея настоящего Копперфильда. Ну что только не вытворял Моисей в Египте. И воду в кровь превращал. И жезл в змею. И десять египетских казней наслал на все египетское народонаселение. Хотя они тут при чем. Их фараон не пускал евреев, а пострадало все народонаселение. Ну и в наше время то же самое. Жабы, крысы, змеи полезли изо всех щелей во всех домах коренных египтян. Голод начался, морград побил урожай по всей стране. Причем интересно, вся эта пакость вылезала только из щелей в египетских домах. К евреям ни одна гадюга не заползла. Видимо по языковым признакам различали они. Но самая умная оказалась саранча. У египтян коренных все, что росло, все поело. От еврейских хлебов отворачивалось. Вообще говорила, плевалось, говорила, не буду есть израильские хлеба вообще. Вон антисемитская саранча была совершенно. В конце концов страшно продолжать. По просьбе Моисея, главный небесный имиджмейкер, такую разборку закатил. Покомандировал на землю ангела, который должен был в ночи умертвить всех египетских младенцев. Ну просто триллер какой-то. Надо сразу сказать, ангел оказался очень хорошим организатором. Первое, он сказал Моисею, пусть евреи пометят кровью, желательно крестиком, все двери своих домов. Чтоб я когда в раж войду, не дай бог ни того не задушил. Вот такие ангелы святые в то время были. Главное для них было ни того не задушить. Посмотрел фаруан на утро, содрогнулся и сказал Моисею, чтоб ни твой народ, ни тебя я больше не видел. А вот тут уже сам Господь решил испытать избранный им народ. Начал с помощью Моисея водить их кругами по пустыне. Мол, кто пройдет испытание, тому земля обетованная достанется. Не ожидали евреи такого подвоха. Людям любое испытание кажется чем-то несправедливостью. Начали они своему пророку закатывать скандал за скандалом. Ты зачем увел нас в голод, в жару от привычного, сытого, пятизвездочного рабства. Короче, много раз бегал в ночи Моисей на вершину той же горы на курсы повышения квалификации для пророков. И все потом делал, как рекомендовал Всевышний. Захотят евреи пить, ударят жезлом в скалу, треснет скала из трещины, польется ручей чистейшей воды. Народ доволен, Моисей, верим тебе. И целый день верят, пока вода не кончится. Вот на утро захотят опять пить, опять роптать. Моисей, вообще-то мы голодные. Избранные мы или нет, в конце концов. И снова что? Тельцу золотому поклоняться. Конкретный, но золотой. К нему прикоснуться приятно. Снова Моисей в центр толпы, руки кверху, пароль, помоги мне, Господи. И с неба куропатки сыпятся, причем жареные, с приправой, правда, так написано. Практически куропатки-гриль. Первая в мире микроволновка была изобретена Моисеем. Но евреям мало, они опять роптать. А где хлеб? Мы избранные или не избранные? Моисей опять, руки к небу, пароль, и с неба мана небесная. Первый в мире хлебозаменитель. Последний раз сказал довольный Господь, там же, на той же горе. Моисей, знаешь, ты молодец. Вот смотри туда вдаль. Вот за этими горами, видишь? Вот это земля ваша. Веди туда народ. А вот ты, извини, не дойдешь до этой земли. Я тебя заберу. Ты меня замучил со своим народом. И постоянным для него попрошайничеством. Ну что сказать, повезло Моисею, что забрал его Всевышний к себе до того, как его соотечественники увидели обещанную им землю. Разорвали бы на мелкие кусочки. Не то, что с палки лимона не сыплются, палку некуда воткнуть. Смотрели евреи на эту землю, и ни один из них не мог предположить, что всего через каких-то, через каких-то три с небольшим тысячи лет, все эти камни покроются цветами. И что каждому туристу местные гиды будут говорить с радостью и гордостью. Посмотрите, каждому корешку этих цветочков компьютером вода через иглу впрыскивается. А ведь в этой земле раньше ничего не росло. И большинство туристов из разных стран будут уважать и любить Израиль за эту трогательно подведенную к корешкам жизни воду. А тогда рассердились евреи сильно на Моисея. Даже обидно стало саму Творцу. Решил Творец, не буду больше их учить. Пускай до всего собственным умом доходят. Мучаются пускай, умнеют сами. А поскольку многие из них еще Тельцу Золотому поклоняются. Пускай пройдут самое страшное испытание в истории с золотом. Тогда вспомнят, что были избраны мною, чтобы другие народы заповедям учить. А не для того, чтобы просто считать себя избранными. Вот когда это поймут, тогда и обретут землю обетованную в душе своей. Слонцами евреи своим собственным безверием привели себя к своему еврейскому счастью. Поверили бы сразу Моисею. Господь бы их привел сразу в Швейцарию. За 40 лет он их до Урала довезти мог. Недаром, говорят, есть такая версия, гипотеза, что Всевышний так за вечные хроптания на Моисея рассердился за то, что они ему предпочитают золотого Тельца, что 40 лет водил специально по пустыне. Искал место, где нет нефти. Где ничего нет. И нашел, наконец. А в Израиле действительно метр в сторону есть нефть. Метр обратно нет. Эпиграф следующий. А ладно, без эпиграфа. Я этот эпиграф не произнесу. И начало человечество свое восхождение к заповедям. Как на вершину этой горы. По тропинке с препятствиями, валунами, в темноте. Каждый вечер тысячи паломников со всего мира собираются у поднофья, чтобы в ночи, подобно Моисею, совершить восхождение, встретить в поднебесье рассвет. Все берут теплые вещи, фонарики. Идти надо в темноте. Тропа осталась нетронутой со времен Моисея. Далеко идти, около 15 километров. Можно и верблюде. Но верблюд пройдет только первую часть пути. А дальше начнется такое, что может пройти только самое выносливое животное в мире – человек. Главная заветная мечта каждого – успеть попасть на вершину горы к рассвету. Услышать заветное словцо от Всевышнего. Повторять Всевышний не будет для опоздавших. Зато, согласно поверью, тому, кто весь этот путь пройдет сам, не на верблюде, и встретит рассвет, там на горе уже, во время рассвета Господь простит тому все грехи. И тот уже спустится с горы, как очищенный от излишней информации файл. Очередной нанятый мной англоязычный проводник, араб, сказал, что надо начинать подъем ровно в 12 ночи, а не раньше. Я его несколько раз переспросил. Не поздно, успеем к рассвету. Он на меня посмотрел пренебрежительно. Он поднимается на этот город с такими, как я, каждый день. Не надо его учить. А когда мы с ним встретились, у поднявшей горы, ровно в 12, он мне сказал, поздновато, надо нанять верблюдов, а то к рассвету опоздаем. И опять почувствовал себя разведенной простоквашей. Нанял верблюдов. В темноте верблюд шел мягко, но быстро, хотя у него не было фонарика. Теперь главное было не смотреть вниз. Я понимал, верблюд выбирает самый легкий для него путь. Но почему он все время сжался к пропасти? Обходя валуны и камни, раскачивался так, словно пытался катапультировать меня в эту пропасть. Что бы и произошло, если под страхом меня так плотно не заклинило между его горбами? Мне все время хотелось крикнуть ему, верблюду, смотри себе, подлец, под ноги. Но верблюд смотрел вверх. Может, поэтому и не боялся пропасти? Он просто не видел ее. Я понимал, что верблюд умнее меня в горах настолько, насколько я умнее его на сцене. И стал подражать ему тоже, смотреть туда, вверх. Я никогда этого не забуду. Тоненькой, тоненькой космической спиралью заползали на гору тысячи грешных фонариков. Мерцая и подрагивая, они карабкались по темному силуэту горы, и там, в вышине, превращались в звезды, плавно перетекая в Млечный Путь. Глава следующая. Много хороших людей на свете больше, но плохие лучше объединены. Вдруг дорога резко изогнулась, как спина испуганной кошки. Верблюд остановился, словно это был не верблюд, а осел. Он недовольно глядел вверх, не понимая, зачем его заставляют карабкаться на небо. Он же не цирковой. Дальше пришлось практически ползти самому. Хотелось все бросить скорее обратно в кровать, в гостиницу. Знаете, так по утрам, когда едешь в автобусе на работе, думаешь, ой, сейчас бы в кровать, свернулся бы калачиком, вот так под одеяло, лапки на мордочку, как камячок. Ух, хорошо бы было. Но невозможно было даже остановиться, передохнуть, потому что дышали в спину, как в метро. Сзади чувствовались колонны людей, как на демонстрации. На обочину нельзя было сойти, потому что обочины не было. Прямо за мной в Поднебесье карабкался старый японец лет шестидесяти, может, восьмидесяти. По японцам трудно определить, сколько им лет. Я лично не могу. Одно могу сказать точно. Он был хромой и с палкой, но хромал так ловко и быстро, что ему стыдно было уступать дорогу. На час с лишним он стал моей совестью. Он гнал меня своей палкой. Но что было особенно противно, везде успевал фотографироваться. А я думал, где он научился так хромать по горам? Неужели тренировался на фудзияме по утрам? Чтобы легче перенести подъем, я стал напоминать песню Высоцкого, и можно свернуть обрыв, обогнать. Но мы выбираем трудный путь. Неожиданно вместе с японцем погонялой мы вынырнулись с почти отвесной тропы на самую-самую макушку горы, лысой, как голова египетского жреца. Небо было очень близко. Звезды висели на созвездных ветках, как спелые яблоки. От фонарика вершина казалась освещенной, правда, скуповато. От количества людей в полутемноте напоминало дискотеку, в которой вот-вот заиграет музыка. Жизнь кипела, а рабы торговали. Они даже здесь открыли свои лавки. Им не лень было из-за их копеечной прибыли забраться в такую высь. Но все это было такой мелочью, по сравнению с тем счастьем, которое испытывал каждый взошедший успел. Добрался. А если бы я поглядел на себя в этот момент в зеркало, я бы сказал, что у меня было выражение лица бухгалтера, у которого сошелся годовой отчет. Но главное, здесь все чувствовали себя хорошо, дружно. Гора словно была волшебной. А раб поил чаем еврея. Француз с американцем сидели дружно, рядышком, на бревне. Американец был очень большой, бочкотелый, очень общительный. Всех расспрашивал, бывали ли они в Америке, и как им Америка, окей или не окей. Итальянцы руками, несмотря на усталость, пытались показать американцу, какой большой окей Америка. Японцы радостно хихикали и фотографировались группой на фоне этого американца. Такие фотографии, я помню, в 30-е годы были. Группа летчиков на фоне дирижабля. Даже француз и тот сказал американцу, окей. Зря сказал. Американец разговаривался с ним и спросил, а как же француз добирался до Америки? Француз ответил честно, на самолете. А почему не на машине, переспросил американец? Француз задумался. Он не знал, как ответить. По-честному обидеть американца. Не найдя ответа, решил все-таки по-честному. И ответил, вообще-то океан между нами. Зато американец задал второй вопрос, не думая, сразу в лед. Так вы же прорыли какой-то туннель. Ну, американцы же думают, что все туннели ведут в Америку вообще. Француз опять задумался. Опять не нашел ответа. И ответил честно, вообще-то это туннель в Англию. Называется Ла-Манш. На этот раз задумался американец. Видимо, пытался вспомнить, что означает новое для него слово. Ла-Манш. После чего переспросил. Так мог бы из Англии на машине до нас добраться? Фух, французу повезло. От американца его отвлекла белорусская семья. Которая подсела на соседний с бревном ящик. Он, она и мальчик лет десяти, который вообще не понимал, зачем его сюда затащили. Грехи замаливать. Он две мухи от силы убил за свою жизнь. Еле начатую жизнь. Глаза у мальчишки были удивленно выпучены и напоминали два перекаченных анаболиками экзотических фруктов. А вы откуда? Спросил американец. Жалея ребенка. Белораша! На чистом университетском белорусском ответила жена. На этот раз американец задумался надолго. Он и Раша-то не знал, где находятся. Так догадывался где-то между Германией и Китаем. А тут Белораша. What is that? Переспросил американец. О Белораше как о некой вещи. Очень обиделся глава семьи. Скажи ему, попросил он жены, что белорусские ученые, между прочим, недавно вычислили, что Беларусь это самый центр Европы. А действительно, Лукашенко им сказал ученым вычислить? Они вычислили. По глобусу. Центр Европы. Она перевела. Бедный американец. У него никогда до этого не было такой трудной ночи. Он никогда так много в жизни не думал сразу. Наконец пересилил себя, даже улыбнул и сказал. А, я понял, это шутка. Думаете, я не знаю, что центра Земли быть не может? Земля же круглая. Но Гараев прям была волшебной. Здесь все друг другу были симпатичны и интересны. Как будто собралось много-много друзей. Видимо, восхождение на гору, как старательно прожитая человеком жизнь, приближало каждого взошедшего к заповедям. Даже мне, мне американец казался симпатичным. Но не виноват он, что у них в Америке такое образование, прозрачное, как сетка от комаров. Мне две девчонки с Украины написали тоже электронное письмо. Отдыхали на Канарских островах. В баре к ним подошли американцы и спрашивают у девчонок, вы откуда? Тебе говорят, с Украины. Американцы говорят, о, знаем Чернобыль. И та, которая мне написала, продолжает. Представляете, дядя Миша, а у меня локоны приклеены. И я так сижу напротив американца, на палец накручиваю и в сумочку накручиваю. Да, на горе все становились добродушными. Группа немцев хохотала, их смешил араб. Ну, ну, хохотала, правда, устала, как будто это были не немцы, эстонцы. Я вообще заметил, что у немцев самое непритязательное чувство юмора в мире. Их могут рассмешить даже арабы и турки. Я видел, как турок на пляже в Турции, например, однажды бросил немцу в трусы кусочек льда отмороженого. Немцы умирали со смехом. Все-таки у нас попритязательнее чувство юмора, да? Вот попробуйте нашему бросить кусочек льда в трусы. Вряд ли он будет смеяться. Впрочем, было очень холодно. Минус 3-4 градуса. Я был в рубашке. Дул ветер. А что, собственно, ему еще было делать в горах? Только дуть, он и дул. Несмотря на взятые с собой некоторые теплые вещи, я купил у араба два полосатых матрасика. Размерно с прикроватные коврики, чтобы закутаться в них. Нижней и верхней половины туловича. После чего стал искать себе место, как ищут в театре, когда все билеты проданы. Дело оказалось непростым. Самые умные забрались сюда, на вершину, уже с вечера. Заняли первые ряды портера, амфитеатра. Сидели на выступах, в пещерах. В пещерах, как в правительственных ложах. Не верилось, что все эти люди пришли сюда просто, чтобы посмотреть рассвет. Сколько же загадок в нашем человеке. Беларусь с американцем остановились неподалеку от меня. Беларусь, я даже слышал, как объяснял американцу, что мы, русские, не такие уж недоразвитые по сравнению с американцами. И пытался его убедить в этом. И привел весьма убедительный пример. Например, он сказал, что у вас в Америке в 21 год только разрешают пить спиртное. А у нас в 21 год уже бросают пить. Это была трудная ночь для американца. Ну, что вам сказать. Мне досталось не самое плохое место в первом ряду галерки. Место стоячее, шаг и бездна. Чтобы матрасы держались на мне крепко, я обвисал один из них вокруг себя, купленный у Раба веревкой. Другой матрас держал руками от ветра кульком над головой. Вот так. Мне жалко было, что никто из бездны не может меня сфотографировать сейчас. А люди все прибывали, прибывали, прибывали. Кого тут только не было. Немцы восстанавливали потерянную жидкость пивом. Уставшие итальянцы отряхались от грязи. Японцы фотографировались на фоне Венеры. Им казалось, что вспышка до Венеры. Две группы русских прошли навстречу друг другу. О, земляки, вы откуда? Из Израиля, а вы? А мы из Германии. Земляки. Мне, как всегда, повезло. За спиной неожиданно послышалась русская речь. Скорее, такой говорок русско-украинский. Черновцы или Харьков. По этому говорку в любой точке мира безошибочно можно угадать наших иммигрантов. У них он появляется, этот говорок, когда они уезжают от нас. Такой шаламалейхом в провинциальной оперете. Ну что, Сара, будем молиться на рассвете? Спросил, сильно грассирующий голос. Вон она, земля обетованная. Отсюда Моисей ее увидел впервые. Откуда ты это знаешь? Спросил другой, тоже грассирующий голос. Я это прочитал на сайте Моисея. www.moisey.usa Ответил первый, не подозревая, что все это говорит на ухо мне. То есть практически попадает в историю. Но вот, небо начало светлеть. И на горе стали проявляться люди, как проявляются в темной комнате фотографа цветные фотографии. Многие, оказалось, пришли сюда в своих народных костюмах. Негры-христиане в белых одеяниях. Экскурсии из Латинской Америки, словно с бразильского маскарада. Человек 30 японцев, одеты все одинаково, в теплые оранжевые жилеты и напоминают наших шпалу-кладчиц. Японцы заняли целый выступ горы, держали перед собой ноты. Словно собирались вот-вот что-то запеть, но ждали сигнала. Стали проявляться постепенно цепи гор, которые ветер волнами гнал из-за горизонта. Начиналась предрассветная увертюра цветов. Даже в шуме ветра слышалась ее музыка, и чем светлее становилось небо, тем при глушении слышались голоса, словно каждый к чему-то готовился очень важному в своей жизни. Бледнели все звезды, кроме Венеры. Венера словно вытягивала солнце из-за горизонта. Оно было уже совсем рядом, темнота сопротивлялась его лучам из последних сил. Но они пробивались, пробивались, как травинки через асфальт. Уже подрумянились горы. И загорелся над горизонтом солнечный нимб, точно указав, где сейчас появится аура бога Ра. И вдруг голоса мгновенно стихли. На горе словно никого не было. Солнце дожидалось именно этого момента. Мгновение тишины. Оно осторожненько высунулось. Сначала одним своим лучом полоснув по остаткам тьмы, и по воде невидимой колесницы бога Ра вытянули его. И вдруг в этой тишине раздались аплодисменты. Как в театре аплодировали все, аплодировали свету, победившему тьму. И верилось, что на свете есть все-таки одна чеховская мировая душа. Аплодировали люди разных национальностей, конфессии, языков, культур. Это был тот единственный миг в моей жизни, когда верилось, что когда-нибудь люди начнут жить по-человечески, то есть по заповедям. Запели японцы. Их мелодия была красивая, древняя, и была посвящена свету. Рассвет был на горе волшебным. Итальянцы и те замолчали. Арабы прекратили торговать. Японцы, шутка ли, не фотографировались. Немцы замерли в стоп-кадре с пивом в руках. Американец и белорус обнялись и смотрели на рассвет. И белорус не думал, что ему сильно влетит от Лукашенко, когда он вернется. Замолчали все, кроме наших туристов. Которые где-то вдали трижды прокричали «Ура!». Потом еще раз трижды, потом семь раз по трижды. Они сделали это интуитивно. Они даже не знали, что у наших предков Бога солнечного света тоже называли «Ра». И поэтому мы считались непобедимыми, что у наших предков был такой возглас «Ура!», что означало «К свету». И таким глупым казалось сейчас думать о том, что где-то внизу идут споры, чья конфессия правильная, чья обрядовость точнее. Все это имело значение в городах. Потому что это был спор не за веру, а за паству, которое деньги понесет в церковь. С тех пор, когда я слышу подобные споры, я вспоминаю, сколько было вокруг меня той ночью людей со всего мира, сколько языков в костюмах, так и религии. Религии должны быть разными на земле, удобными для своих народов и обряжены в разные одежды. Это красиво, разнообразные цветы на поле. Представьте себе поле из одних роз, как рядом стоящие модели на подиуме. У паломников есть свои приметы. Например, если спустился под утро с горы и ни разу не оступился, Господь простил тебе грехи. Скажу честно, на обратном пути я два раза чуть не сломал себе ногу. Но я не расстраивался. Во-первых, даже мне, если отпущена половина грехов, это немало. А во-вторых, мне очень нравится, что сказал Гоголь нашего человека, сказал он, надо благодарить хотя бы за намерения. Потому что у него все равно ничего не получится. Со временем моего путешествия прошло несколько месяцев. Впечатления начали бледнеть за ежедневной суетой, которая удивительным упорством обряжает ежедневно нас ненужными обязанностями. Устав от суеты, я уехал на Рижское взморе, где родился один мудрец, наш, не индус. Не махатма, но тоже очень мудрый, несмотря на то, что без полотенца на голове. Посоветовал мне раз в месяц, когда накапливается усталость, проводить день в полном молчании. Причем начинает этот день, сказал он, надо обязательно с восхода солнца. Это поможет ее когда-нибудь начать новую жизнь, объяснил он. И добавил, кто встает за час до восхода, тому открываются тайные мысли. Кто на восходе, тот успевает много делать и никогда не болеет. А кто просыпается час спустя, успевает немного сделать и много болеет. А вот кто потягивается в постели до 10-9 часов, тому можно уже не вставать. Да, это мы все. Я помню, после такого нравоучения я вышел на пустынный осенний Юрмальский пляж. Выдохнул накопившуюся московскую суету, и ненужные мне обязанности их понесло от меня ветром туда, в море. Дождался первого солнечного лучика, показалось солнце. Я и раньше в юности видел множество рассветов и на Курильских островах, и на Северноморском пути, и на склоне Авачинской сопки, и на лесопилке в дебрях Сихотеолине во время похмелья. Но теперь, после восхождения на гору, где Моисей получил заповедь для человечества, выползающее из-за сосен солнца было, как никогда, родным. И казалось мне намного ближе, чем раньше. Но что было особенно приятно, оно тоже узнало меня. Узнало, и проскользнувшим по нему облачком, так по-юношески прикольно мне подмигнуло, как бы напоминая о главном. Чудеса на свете случаются, но над этим надо много-много работать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok